добрый день сегодня у нас 36 серия название анти привязанность вот просто из серии которая называлась привязанность я ввел понятие локус бытия первый локус это тело и предметы вокруг второй локус это душа и люди вокруг сюда же входят коммуникации социальность и третий локус нарратив мышления это дух и мыслеобразы и вот была такая фраза что в локусе 3 дух то что воспринимается как поток счастье в виде потока в локусе 2 который душа воспринимается как привязанность счастье для души и была такая фраза привязанность это накопленный опыт совместной радости был еще вот такой кадр я предлагал в конце серии проанализировать эмоции которые окрашивают ваши отношения с каким-то человеком вот перечислю возможные варианты радость страх ненависть безразличие отвращения и предложу подумать о том какие какие какая из эмоций доминирует вот в этом конкретном отношении в вашем с каким-то вам известным человеком видно что здесь список открытый я честно говоря сам не знаю откуда взялись вот эти 2 и 3 потому что изначально все было про радость но немножко про страх который мешает радости и вот я вспомнил что есть такое кино называется mind hunter 2017 года сериал вышел первый сезон готовится второй и вот там оказывается значит смысл сериала в том что этот человек слева главный герой он работает в фбр и занимается психологии поведения и вот он организует лабораторию которая пытается понять берет интервью серийных убийц и вообще вот непонятных преступников но там убийцы в основном и пытается понять их психологию что привело их к убийцу к убийству какая логика вот там а вот по крайней мере в этих двух случаях которые я тут выделил во второй серии в пятой серии есть персонажи которые убивают потому что у них как бы в центре их картина мира страх ненависть копленному человеку который отличает им безразличием отвращения в конце концов они его убивают вот на левой картинке человек убивший родную мать а на правой картинке человек убивший правда не один а значит со своими с подельниками убивший свою невесту вот вот это второе второго эпизода вот а это из пятого эпизода вот это отношение к другому устойчивое которое здесь показано она в обоих случаях имеет характер страх ненависть со стороны преступника и равнодушие отвращения со стороны жертвы так что это не случайно возникли эти термины хочу сделать шаг назад я некоторое время тому назад начале 2019 года снял несколько серий под общим названием дискурс фельдмана где как-то подытожил разные теории которые меня занимался последние 40 лет вот здесь четыре четыре группа идей это теория уровня абстрактного интеллекта общая теория человека карта личности карта задач и теория оптимального образования вот там они изложены в четырех лекциях вот такие сокращения то а и а то ч а 2 и то о его теперь я вижу что есть необходимость поправить эту картинку переместить общую теорию человека в центр и тут добавить еще один блок который вот прямо рождается на наших с вами глазах теория эмоционально окрашенных отношений кратко т.о.о. вот этими будем сейчас заниматься ближайшие серии а вот очень такой аналог близкий вот это анна коростилёва преподаватель русского языка читает на ю тубе курс основа русской коммуникативной семантики вот эта первая лекция 27 марта девятнадцатого года и вот здесь она вводит подсистему коммуникативную подсистему русского языка и ее основные элементы вот эти основные элементы это цель установки они объединяются в группы по сходству которые называются коммуникативные типы и вот значит исследователи в том числе коростилева и ее коллеги посчитали эти типы оказалось что при разных способах подсчета оказывается образуется не менее 80 но не более 100 таких типов ну вот первые два типа для примера первый тип это знание мнение представления разные варианты второй тип воле изъявления разные варианты и тут как видите здесь тоже есть некоторая эмоциональная составляющая отношений но речь не об отношениях устойчивых а речь о ситуативном отношении который выражается во фрагменте диалога скажем так два собеседника ведут диалог и в нем прослеживается вот эта цель установка каждого из собеседников они вообще говоря могут быть разные так вот устойчивые отношения человека к человеку 1 1 невозможно описать терминах семантического коммуникативного анализа нужен свой набор понятий терминов хотя некоторые совпадения в терминологии нам не избежать этого и вот этот список эмоционально окрашенных отношений мы будем пополнять вот радость радость первое отношение страх ненависть решетка беззвучие отвращения второе отношение ну будто другие продолжение следует до новых встреч